Встреча главы региона с главой государства прошла очень продуктивно. Владимир Путин лично рассмотрел обращение от Самарской области. Так регион получит кредиты прямые субсидии на завершение строительства станции метро Алабинская. На будущем мы полностью эту тему закроем и откроем улицу Новосадовую. Отремонтируем и откроем. Вкупе будет сделано. Также продолжится реконструкция Самарской набережной. Ее продлят еще на километр. Глава государства одобрил и смену подрядчика для строительства стадиона «Самара-Арена». Компания из Татарстана заявила, что не уложится в сумму, названную федеральной экспертизой, а это больше 17 миллиардов рублей. За эти деньги со строительством прекрасно справятся самарские компании. Возможно, новым подрядчиком станет одна из тех, что уже работают на стадионе в качестве субподрядчиков. Около полутора месяцев понадобится, чтобы правительство страны приняло решение о смене подрядчика. Но останавливаться стройка не будет ни на день. Подрядчики принимают решение правительства Российской Федерации напрямую. У нас есть подрядчики в Самаре, в Самарске, которые за эту цену готовы стадион построить. По стоимости стадион, по стоимости из шесть строящихся стадионов, он пятый. Также на федеральном уровне поддержат строительство скоростной железнодорожной линии «Самара-Курумыч-Тольятти», в создании которой готовы участвовать инвесторы из Китая. Предполагается, что поезда будут развивать скорость не меньше 180 км в час, а значит доехать от Самары до Тольятти можно будет за 40 минут. Губернатор рассказал, что полностью изменится и ботанический сад в Самаре. На его реконструкцию выделят деньги с федерального бюджета. Это решение было принято, когда в Самаре был министр образования России Дмитрий Ливанов. Ботанический сад должен стать таким, который бы украсил не только новый университет, украсил во всех отношениях, но и был для города таким знаковым местом. Не остается без внимания и тема детских садов. Хотя сейчас очередей в Самарской области нет, но из-за роста рождаемости необходимость в новых садиках и дополнительных местах тоже будет расти. И детские сады продолжат строить. В центре внимания и крупные предприятия региона. Так продолжится поддержка автоваза. Второе дыхание дадут и заводу «Авиакор». Рассматриваются вопросы, чтобы предприятие занималось модернизацией самолетов, а также строительством дирижаблей. Глава региона отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, отказываться от строительства запланированных социальных и спорт объектов в регионе не будут. Марина Кравцова, Константин Головин. События.